В первую очередь белорусских медиков интересует организация работы медучреждений. Например, в перинатальном центре видно, как беременные женщины проходят весь путь от постановки на учет до родов. Там же есть медикогенетический отдел, в котором занимаются диагностикой пороков у плода. Этот отдел у нас работает в режиме клиники одного дня. То есть пациентка приезжает и в течение двух-трех часов она получает полный спектр диагностики, начиная от лабораторной диагностики, ультразвуковой диагностики, консультации врачей-специалистов, врача-генетика, врача-акушера-гинеколога. Симуляционный центр – еще одно нововведение, о котором мурманские медики рассказали белорусским. Здесь проходят учебу акушеры-гинекологи со всей области. На анатомически точных манекенах разбирают сложные случаи в родах. Это будет постоянно работающий механизм, который позволяет нам быть в таком постоянном моменте обмена опытом с нашими коллегами. Возможно, это будет и стажировка на рабочих местах, возможно, это будет разбор каких-то сложных пациентов. В областной больнице гостям показали работу отделения функциональной диагностики. Перенимать опыт заполярных врачей приехал руководитель Минского кардиологического центра. Вопрос, который лежал на поверхности телеконсультации, дистанционное удаление, а также дистанционное консультирование пациентов, благодаря, а может быть, вопреки ковиду, он вышел наружу. И на сегодняшний день городу Минску есть что перенять в Мурманской областной больнице. Последние три года в регионе развивают дистанционную диагностику. В прошлом году в распоряжении врачей появились больше 120 мобильных кардиографов и больше 240 компактных холтеров. Фейдшер любого ФАПа может снять кардиограмму и отправить в ЦРБ врачу функциональной диагностики. То есть не нужно ждать, когда эта кардиограмма будет с помощью курьера отправлена или какой-то извозкой. Моментально решается вопрос о состоянии этого пациента, о его дальнейших назначениях и судьбе. Белорусская делегация пробудет в Мурманске еще два дня. Позже они будут принимать наших врачей в Минске. Только после этого специалисты смогут собрать полную картину будущего сотрудничества.